Приветствую вас, Мария, и надо сказать, что я с вами солидарен отчасти в том, что поведение мужчины, оно действительно не совсем корректно, а поведение мужчины, действительно, вызывает вопросы, вот, и я, наверное, также, как и вы, считаю, что такое поведение не нормально, но если смотреть на эту ситуацию более глобально, то навязчивые мысли и ревность, стремление к контролю молодого человека, получается, страх того, что у него другие девушки там и так далее, никак не говорит о том, что вы действительно независимы, вот, при всем моем уважении к вам, никак, потому что будь вы действительно независимы и будь у вас действительно все в порядке за самооценкой, вы были бы уверены в том, что кого бы он там не добавил, вот, все равно вы, в общем-то, будете лучшей, все равно вы, в общем-то, лучших всех, вот. Но у вас такого вот впечатления о себе, у вас такого мнения о себе почему-то нет. Вот. И это на самом деле вызывает вопросы. Это вызывает вопросы, это вызывает объективно сомнения в том, что вы, к примеру, говорите про себя. Вот. Это первое. Это первое, что я хотел вам сказать. Дальше. Вы пишите, что устроили человеку истерику, что устраивали человеку истерику, вот. И это точно достаточно важный, на мой взгляд, момент, да? На мой взгляд, это важный момент. Почему вы устраивали человеку истерику? Опять-таки, если вы, ну, ну, условно говоря, уверенны в себе. Вот. То есть, тут противоречия наблюдаются. На мой взгляд. На мой взгляд. И мне кажется, что это самое противоречие, его нужно поисследовать. его необходимо поисследовать. Это противоречие. Дальше. Так. Значит, вы пишите, мне 21 год, мужчине 30 лет. Здесь достаточно большая разница в возрасте. 9 лет. Что говорит о том, что у вас, вероятно, имеет место быть достаточно быстро взросление. Вот. Возможно. Возможно. У вас достаточно быстрое взросление. И, как результат, отсутствие необходимое для человека такой стандальности и легкости в отношении своих желаний. То есть, это не стандартность и легкость в плане гибкости, а именно в плане выражения своих эмоций, в плане восприятия своих эмоций. То есть, вы, вероятно, перепрыгнули вот эту вот детскость и сразу вошли во взрослых состояниях. Привыкли тем самым, тем самым, может быть, привыкнув себя как-то подавлять. Ну, наступать себе на горло, на горло своим желаниям, на горло тому, что вам хотелось бы. Вот. Хотя это, конечно, безусловно, просто предположение здесь. Ну, и связывают подобный выбор мужчины обычно с некоторыми трудностями в отношениях с отцом. Вот. Частенько, частенько такая связь прослеживается. Вот. Соответственно, нужно убедиться в том, что нет никаких травмирующих моментов в ваших взаимодействиях с отцом. То есть, не влияет ли на ваше поведение, скажем, негативный опыт с отцом. Вот. Если он, конечно, есть. Вот. Это самый опыт. То есть, разница в возрасте тоже достаточно такую большую роль играет в том, что вы описываете. Дальше. Так. Значит, отношения завязались по интернету. Он из другой страны. А почему по интернету? Чем обусловлен выбор отношений в интернете? Мы друг к другу ездим, планируем наши поездки. До этих отношений я не понимал, насколько сложно все строить, будучи на расстоянии. Ну, пока в мою учебу я не могу переехать к нему, а у него там своя уже устроенная жизнь в плане работы и жилья. Ну, то есть, здесь какая-то вот неудовлетворенность этой ситуации есть, да? То есть, мне кажется, что вам тяжеловато, видимо, переезжать к человеку и он не хочет. То есть, здесь не каждый изгон пить. Проблемы начались после первой реальной встречи, когда я уже вернулась на родину. Ко мне добавляются различные мужчины в соцсети, и я подтверждал им заявки взаимно. Для чего? Мужчины попросту так не делают, что его беспокоило то, что они могут мне писать. Ну, могут вам писать и... и что дальше? То есть, почему мужчина это беспокоило? Что... что... ну, что могут писать вам мужчины? Почему его это беспокоило? Мне кажется, что это очень важный момент. Что человек, по сути, начинает вас ограничивать, человек пытается вас ограничивать. Вот. И, в общем-то, это прямое проявление недоверия к вам. Это уже при первой реальной встрече. В общем-то, на мой взгляд, довольно быстро эта ситуация возникла. Ну, потому что вы еще друг другу, по сути, никто, да, а вас уже пытаются, ну, к чему-то, к чему-то принуждать. Вот. А, дальше... так... так... Мужчина, меня это удивило, потому что сам он тоже добавляет разных женщин и очень много. Опять же, и что? То есть, ну, добавляют, и что? Решила спросить, разве ты так не делаешь? Каждый ответ, что добавляет тех, кого знает, и не будет добавлять незнакомых. Ну, соответственно, это больше заявки я не подтверждала от незнакомых мужчин. А для чего вы подтверждали заявки ранее от незнакомых мужчин? Просто даже понимала, что не хочется подрывать доверие. Ну, его не было. Доверия, очевидно, не было. Это, особенно, очень просто взгляд, если вы далеко друг от друга. Да, и для этого доверие, наверное, еще больше. А для этого нужно больше встреч реальных, чтобы снять друг друг друга без ограничений. А мне кажется, у вас как-то вот сильно быстро, мне кажется, что это крутилось. Хотя, по времени вы ничего не пишете. Так, в общем, потом его добавление женщин продолжилось, и я начал нервничать, устраивать разносы, что это такое, почему мне запрещают, считают, что не местным, а сам делаешь то же самое. Ну, то есть, обвинение. По сути, вот, ну, по сути, вот, то, что вы делаете, это, по сути, обвинение получается. Вот. То есть, вы, по факту, человека обвиняете. Вот. Обвиняете вы его в том, что причиняет вам негатив. То есть, обвиняете вы его в том, что вы, ну, чувствуете негатив. Вот. Не то чтобы, я считал, что вы не правы здесь, но, на мой взгляд, очень важно отграничить, отграничивать, точнее, одно от другого. То есть, обвинение, человека, отграничивать от того, что вы хотите, что вам важно, что вы чувствуете, что для вас ценно. Понимаете? Вот. А то, здесь, получается, не совсем понятная история, вообще говоря. Вот. Чтобы мужчина вас попросил этого не делать. вот тех вот действий, которые он делал. Я имею ввиду, мужчина попросил, точнее, мужчина вас попросил, да, не добавлять никого. Вот. Вы, вроде как, согласились. Но, оказывается, что вы соглашались только, как бы, получается, в обмен на то, что он этого делать не будет. Вот. А мужчина, он, видимо, ожидал, опять же, ну, чего-то другого. Вот. То есть, вы устраиваете отношения, к сожалению, уже сейчас, крайне, на крайне недоверительных основаниях. Вот. Что-то так, наверное. Это недоверие, это попытки контроля. Это взаимные претензии. Это, значит, стремление к ограничениям. Вот. И так далее. Хотя, в общем-то, ну, понятно, что ограничение никогда ни до чего хорошего не доводит. Ну, вот. То есть, ограничение, это, как раз таки, вот, то, что несёт личный готик. Дальше. Так. Так. Значит. Поначалу он удалял их, говоря, что мне не важно, эта подруга просто, если хочешь, удалял, и удалю, и удалял, говоря, мне ты важна. И он заботится о моих чувствах. Но потом он перестал это делать, и количество непонятных женщин на его аккаунте всё возрастало. Смотрите, ну, здесь, мне кажется, ключевой момент в том, что вы, может быть, вы требовали от него, чтобы он удалял женщин. Это правда, может быть, вы требовали этого от него, но, по-видимому, вы ничем свою позицию не подкрепляли. То есть, мужчина снова и снова видел, что вы ругаетесь, но ничего не делаете. Вот. И он просто перестал вас, на мой взгляд, по крайней мере, воспринимать всерьёз. Вот. Человек просто перестал, перестал вас воспринимать всерьёз, перестал относиться к вам, значит, ну вот, как кому-то серьёзному. Вот. Далее вы пишите, что, а моё терпение, соответственно, значит, так, моё терпение, естественно, лопнуло, и снова по новой разные истерики и так далее. Но, опять же, здесь вы, такое впечатление, что категорически отказываетесь брать на себя ответственность за то, что чувствуете. То есть, вы всю ответственность за свои истерики, за свои переживания перекладываете на мужчину. Вот. И в данном случае это вам вредит, потому что вы ставите себя по факту в зависимость от него. Вот. Что интересно, вы больше думаете уже о себе, а не о нём. Вот. И как бы само по себе это может быть и неплохо само по себе, что вы думаете больше о нём. То есть, о себе, а не о нём. Но отношениям это, конечно же, вредит. К сожалению, потому что, нет, у человека пропадает ощущение, что всё, что делается, делается для него. И появляется ощущение, что, ну, по факту, да, что его просто используют, просто используют для реализации своих, ну, своих желаний каких-то. Вот. Так что, на это тоже нужно обратить внимание. А-а-а, дальше. Так, потом перестал заделать количество. Так, исключительно, говорю, что это друзья, коллеги по работе, которые с нами присылают заявки. Он не может им отказать. Но я точно знаю, что это не так. Они возвращены из других городов, стран, добавляют многих в одно время. Кто-то на него будет подписывать, кто-то нет. А-а-а, как вас это всё задевает? Вот, Мария, вот, ну, добавляет он. И что, то есть, почему, э-э, такое, э-э, сильное внимание, э-э, социальным сетьям? То есть, чего вы боитесь? Вот, давайте, как-то, ну, как-то, не знаю, может быть, в корень, э-э, ситуации посмотрим, да. А, почему, почему вас это так задевает? Почему? Вот, э-э, почему вы этого, к примеру, так, допустим, ну, боитесь? Боитесь? Вот. Здесь мне кажется, это очень, э-э, ну, очень важная история. Вы говорите, что вы уверены в себе, но при том, что вы в себе уверены, вы ведете себя, как очень неуверенный в себе человек, да? Потому что, э-э, закатывая истерика и так далее. То есть, для вас, э-э, очевидно, э-э, очень важен, э-э, мужчина. Мужчина, там, по, э-э, сам по себе, мужчина для вас очень важен, э-э, чем-то, чем-то. Э-э, и вы, э-э, возможно, э-э, ну, боитесь, э-э-э, остаться, э-э-э, одна, может быть. То есть, я, конечно, не знаю, э-э, вот я сейчас говорю, это просто такие, такие, э-э-э, предположения. Ну, вот, но, чем вызвана такая же, по сути, сильная вспышка эмоций? Ведь, очевидно, очевидно, что вы переживаете, но, по поводу чего вы переживаете? Дальше, так, э-э, значит, э-э-э, в общем, мне надоело смотреть на то, что со мной стало, что с вами, что с вами стало, как меня затянули эти соцсети, вообще не хотелось отношения с этим человеком, который, который не понимает, что мне неприятно. Ну, вот здесь вы, э-э, выступаете в роли жертвы, да, то есть, вы, э-э, вы же отдаёте себя от жертв в том, что человек это делал, э-э, до вас. И, э-э, вы ожидаете от него, что он перестанет это делать. Понимаете, может быть, может быть, может быть, вы и правы в том, что ожидаете от него этого. Но человек либо будет это делать, если он этого хочет, либо не будет делать, если он этого не хочет. Понимаете? Какая штука. И, вот, это, наверное, самый, такой, ключевой момент о вашей ситуации. Потому что, вот, то, что вы перекладываете ответственность на мужчину за свои чувства, за свои эмоции, да, за свои переживания. Вот. И выдаёт вас, точнее, выдаёт у вас наличие некоторых проблем, которые вы, ну, вероятно, отвергаете сейчас. Сейчас говорят, что я считаю себя уверенным и независимым. Вот. Опять же, как, э-э, правильно сказал мой коллега, э-э, считать, э-э, себя и быть, это разные вещи. Вот. Поэтому, мне кажется, что имеет смысл посмотреть правде всё-таки в глаза и спросить себя, почему у вас это, почему меня это волнует и чего я боюсь. Вот. А не перекладывать ответственность на мужчину за свои чувства. Вот. Дальше. Так, э-э-э, значит, э-э, больше не хотелось. Так, очень сильно поссорились из-за этого, и зачем вы конкретно, Мария, поссорились. Вот именно вы, какой вы вклад, не кричит ссору, потому что мы, это опять же растворение ответственности личной. Э-э-э, так, э-э-эм, Достя Дедем снова написал, э-э, хотел поговорить, позвонил, я объяснил ещё раз свои чувства, на... Вот, значит, как вы это сделали? То есть, ну, вот, серьёзно, как вы объяснили, э-эм, человеку свои чувства? Э-э, вот, как? Как вы это сделали? Э-э, мне просто, ну, просто интересно. Как вы объяснили человеку свои чувства? Как вы, как вы выражаете, э-э-э, свои чувства? Мне кажется, это очень, очень важно. Вам для понимания себя хотя бы. Так, э-э, значит, он ответил, что если я хочу, вы можете залить свой аккаунт, меня не беспокоило. Знаете, я понимал, что это совсем крайне, ничего, ничего на это не ответило. Вот, опять же, отказались от личной, личной ответственности, отказались выразить свою позицию. Сама после удалила аккаунт, чтобы не беспокоиться самой, не ручить отношения истериками, не просматривать вечно, кого-то там добавила, почему вас это волнует, смотри. От него, если я того же самого не ожидал, общение продолжилось как обычно. Всё хорошо, пиши, звонишь, рассказывают для внимания. Периодически меня все равно накрывают мысли о том, зачем это делать, если значит мне неприятно. Ну, это ваши страхи и неуверенность себе. Недавно решил зайти на его страницу с другого аккаунта. Для чего? И, как обычно, много новых непонятных девочек, которые наставляют 90% от его общего числа его друзей и всё. Снова навязчиво мыслить, что он далеко, что ему не хватает того, что я не рядом, либо то, что он серьезно ко мне относится и так далее. Что посоветует? Посоветуем рассмотреть свои представления о себе. А то об этом рассмотреть, как вы сами пришли к допусканию, или, может быть, лучше сказать, допущению, того факта, что к вам могут относиться несерьезно. Вот. Вот так, я полагаю. Потому что, если вы уверены в себе, то вряд ли вы бы когда-нибудь подумали о том, что к вам могут относиться несерьезно. Ну, вот. А раз вы так подумали, ну, значит, вы себе сомневаетесь в чём-то. И вот, наверное, на это, в первую очередь, и нужно обратить вам ваше внимание, наверное, вот на это, в первую очередь, стоит направить ресурсы, допустим, психотерапии. Вот. Психотерапевтические ресурсы. А, самостоятельно, у меня всё в порядке. Я считаю себя независимой, красивой, умной и счастливой. Но ревность так и съедает. Ну, это противоречие. Если ревность съедает, значит, вы не независимы, и вы не считаете себя красивой, умной и счастливой. Иначе бы вы не ревновали. Закрыть глаза на всё, как бы на это, как бы ни пыталась, не могу. Никогда не будет для меня это нормальным поведением мужчины, которые заботятся о жизни с любимой. Возможно. Возможно. Понимаете, с этим никто не спорит. То есть, никто не говорит, что какое-то поведение мужчины нормальное, а какое-то поведение мужчины ненормальное. То есть, никто так вопрос не ставит. Тут только немножко в другом. Что если вы считаете это поведение ненормальным, то вы просто берёте и расставитесь с человеком. Но этого не происходит. Вы с человеком не расставитесь, вместо этого вы просто продолжаете требовать от него, чтобы он что-то делал, что-то, ну, что вы хотите. Понимаете? Такая штука. Вот. А это, в общем и целом, ну, это совсем другая история. Вот. Как бы. То есть, эта история немножко про другое. Эта история немножко про то, что вы хотите именно с этим мужчиной быть. Эта история про то, что этот мужчина для вас имеет, вот, ну, имеет такое... чрезмерное значение, что этот мужчина для вас значит что-то очень, ну, очень многое, скажем так, условно говоря. Да. Вот. И важно понять, важно понять, что именно мужчина для вас значит. важно понять, какое именно значение для вас имеет мужчина, вот, и что вы, ну, к примеру, чувствуете по отношению к нему. Потому что, если это любовь, допустим, если, допустим, это любовь, то любовь это все-таки такое, ну, любовь это все-таки безусловное принятие партнера. Вот. Вы говорите, что его поведение, оно для вас неприемлемо. Вот. Если его поведение для вас неприемлемо, то, соответственно, вы его не принимаете таким, как он есть. А значит, и о любви речи здесь как таковой не идет. Это не плохо, не хорошо, это факт. Вот. Такая вот история. И в купе с тем моментом, который я уже ослушал, в купе с тем моментом, который я осветил, вот, например, что мужчина старше вас, и что отношения вы строите в интернете, ну, вполне может быть, вполне могут быть определенные трудности, ваши вполне могут быть определенные сложности, ваши вполне могут быть определенные страхи у вас и так далее. Вот. И с этим, опять же, просто нужно работать. Вот. Признав, что у вас есть определенные трудности. Вот. Вот и все. Принцип. Я думаю, что примерно так вам можно ответить на вопрос. который вы задаете. Примерно таким образом. Дальше. Идем. Так. Ну, в принципе, Мария вроде бы разобрал, вроде бы разобрал я ваш текст, который вы написали. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, вы поразмыслите, порассуждаете сами с тобой. Вот. И дальше уже будет видно, что вы хотите, к примеру, делать. Вот. Вот. Вот вы и спрашиваете, что посоветуете. А что посоветуете, чтобы что? Вот. Чтобы что посоветуете. Какая у вас цель? Например, сохранить отношения. Это один момент. Если быть счастливой, вот как вы говорите, ну, это в таком случае немножко другая история. И другое направление, ну, другое направление именно вот деятельности вашей, вот. Потому что разные, разные, разные направления предполагает, предполагает разные действия. Вот. И вы пока что, вот, на мой взгляд, ну, не определились с тем, с чего вам хочется. Так что, как только определитесь, я полагаю, что уже можно будет в этом направлении идти. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я, в свою очередь, желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом, и вы добьетесь именно того, что вам хочется. Хочется. Вот. Ну, а мы, если у вас возникнет желание, мы вам поможем в этом. Так или иначе. Всего вам доброго. Удачи! 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 Продолжение следует...